Дорогие друзья, добро пожаловать в культурно-образовательный центр Бен-Джуро. У нас сегодня в гостях Рабе Бен Сион, Ласкин, известный лектор. И мы очень-очень рады, что вы нашли время посетить наш центр и дать нам лекцию. Спасибо большое. Спасибо вам, спасибо Гаврилу Гуеву, спасибо за это общение. Итак, сегодня наша тема – это имя и судьба, и значение имен по Кабале, как еврейские имена могут изменяться в нашей жизни и их влиянии. Итак, начнем с анекдотов. Однажды молодая пара стучит в Рабину, в 2-2 часа утра уже, а не будет Рабина. Поэтому, Рабе, помогите, у нас проблемы. Что произошло, почему вы не спите? Рабе, у нас завтра утром будет мило обрезание, и мы никак не можем решиться, как назвать нашего ребенка. У нас идет спор, война, третья мировая, и никто не может помочь. Ведь в чем спор, не говорит жена, смотрите, Рабе, мой отец был ищет цадик, праведный человек. Он был такой цадик, такой добрый. Я хочу назвать моего ребенка в честь моего отца. Да как звали вашего? Мужчина? Красивое имя. В чем проблема? Говорит муж. Но. Я отец, а у меня тоже отец умер. Ребенка назовем не в честь ее отца, а в честь моего отца. Я думаю, ну она, 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 его отец был бандит, был разбойник, был гун, был тот. Никогда в жизни моего сына в честь такого человека не буду называть. А как его звали? Спрашивает Рабина. Мужчина тоже. В чем проблема, Габе, вы не понимаете? Тут проблема в честь какого, Мужчина? Рабина, вы знаете, это тяжелый очень вопрос, серьезный вопрос. Дайте мне, я посмотрю в книгах. Дайте мне поумевать. Через 15 минут он к ним выходит. Мои дорогие, у меня есть ответ. Как назовут ребенка? Как? Мужчина? В честь его. Рабина, в честь какого Мужчина? А это жизнь покажет. Так что, понимаете, мои дорогие, очень важный момент. Помните всегда, что в имени находится что? Потенциал. Наш потенциал. Это когда умирает душа человека, после 120 лет. Первый вопрос, кто стоит в небесах? Как тебя зовут? Потому что каждая буква нашего еврейского имени имеет милюй. Имеет энергетику. Когда человек не исполняет свой потенциал, не исполняет то, что он должен был делать по жизни, вот эта внутренняя энергетика букв, они становятся пустыми. Она все уходит из этих букв. И когда он, если он неправильно себя вел в этой жизни, не исполнял то, что он должен был исполнить, он забывает это имя. У него нет места, нет у него входа. Такого ему первый вопрос, если ты помнишь свое имя. Помнишь свое имя, значит, твоя миссия была исполнена. Как спасили у Баальшемтова однажды, великого Баальшемтова, что такое ад? Знаете, когда тебя жарят на шашлыке, 40 градусов, 60 градусов. Спасили у Баальшемтова, основателя чьего и хазитизма, как вы видите вот этот ад? Он сказал такую вещь. Когда душа Еврея поднимается на небо, показывает, вот, у каждого из нас, у каждого Еврея, есть два образа. Дюкан Чельмата и Дюкан Чельмата. Земной образ и небесный образ. Земной, небесный образ это то, кем в нашем потенциале мы являемся. Как Всевышний видит каждого из нас. Кем ты можешь стать, твои таланты, твои возможности, твои силы. И все, что тебе дал Всевышний, то, ради чего ты создал. Как Бог тебя видит. В твоем полном потенциале. И есть то, что называется наш земной образ. Земной образ это что? Натуральный образ. Это то, что мы делаем. Это наша копия, очень часто, к сожалению, большому, мои дорогие, это что? Это блеклая копия нашего небесного образа. То, что мы с этим великим потенциалом делаем тут, тут внизу. И вот когда душа и веры, после 120 лет, поднимается на небо, вот твой небесный образ, вот что ты мог сделать, вот сколько ты мог сделать святствот, сколько мог сделать заповеди, сколько света принести, сколько свои таланты используют, сколько ты мог принести света и доброту в этот мир, и что ты с этим сделал. И когда уже у души нет рук, нет ног, в этот момент что происходит? Этот стыд, который полностью заполняет душу человека, это называется что? Это и есть ад, который будет большим. Это чувство стыда, как сколько тебе все вещи дал, и как ты это все мог отстратить, это и есть ад. Из-за этого, что происходит? В имени находится потенциал нашего небесного образа. Но если мы неправильно используем наше деяние, наши возможности, то само имя теряется в своей силе. Оно становится халюль, оно становится полностью пустыней, буквы становятся пустыней. Когда уже душа поднимается наверх, спрашивает, как твое имя? Из-за этого мы знаем, что двадцатью двумя буквами Всевышний сотворил этот мир. И приводятся наши мудрецы в начале сотворил Всевышний, Эт. Слово Эт это первая буква Алиф, это первая буква всего алфавита, и Таф это последняя буква алфавита. То есть в начале сотворил Всевышний, от буквы Алиф, от первой буквы, до последней сотворил 22 буквы Вейского алфавита. И этими двадцатью двумя буквами Вейского алфавита он сотворил что? Весь мир. Из-за этого, вы знаете, кто-то может мне сказать, что такое Абракадабра? Перевести Абракадабра на русский язык. Билиберда. Еще есть какие-то переводы? Абракадабра. Значение? Смешанное. Смешанное. Смотрите, на китайском, на русском, на французском, на голском, на любом языке. Нету значения слова Абракадабра. Есть один язык в мире во всем, на котором слово Абракадабра это означает не Билиберда, а значение. Знаете, какой это язык? Абракадабра. Иврит. На святом языке, но не греческо, на иврите. Что находишь? На том языке, я думаю, что это весь мир. Абракадабра на иврите означает Абракадабра, Кедабра. Сотворил по слову своему. Другими словами, Абракадабра, сотворил по слову своему. Другими словами, маги приходили, сотворить из ничего что-то. Вы говорили Абракадабра. Почему? Они старались имитировать кого? Самого Всевышнего. А как Всевышний создал из ничего что-то? Каким образом? Буквами. Ивритскими. Из-за этого, когда они хотели сотворить из ничего что-то, они говорили Абракадабра. Сотворил по слову своему на иврите. Из-за этого надо понять, и на это отдельная тема, вообще есть лекция Абракадабра, это тема, мы можем понимать множество проблем в нашей жизни, решение проблем, понимая секреты языка иврит. Когда ты берешь два слова на иврите, имея тот же самый корень, понимаешь, суть проблемы и суть священия. Но это отдельная тема, это не сегодня, вообще это очень сильная вещь. Из-за этого объясняют наши мудрецы, что каждая буква, то есть двадцать двумя энергетиками Всевышний создает весь этот мир. Каждая буква это что? Это энергия, которая меняет полностью всю жизнь. Например, буква Айн означает на иврите что слово? Глаз. Глаз. Другими словами, если Всевышний был бы упал бы букву Айн, мы с вами не могли бы видеть. Буква Айн, это вся энергетика зрения, вроде же, это буквы. И более того, если пойти немножко даже глубже, когда Адам Арышон, первый Адам, дает имена животным, и поймите потрясающую вещь. Шем имя, на еврейском как называется имя? Шем. Шем это корень слова Нешама. То есть Нешама это душа. Буква Нун это первая буква. И Шинем, вот эта серединка имени, корень слова Нешама душа, это Шем имя. Когда ты даешь душу, имя человеку, имя даже животному, ты можешь познать его душу, его суть. И когда я называю ребенка именем еврейским, я связываю его душу с душой того человека, в честь которого я называю. Уш Ташем это Нешама, это связывает этого человека с Нешамой и показывает, раскрывает нам сущность этого человека. Понятно? Например, даже животный мир, когда Адам дает имена, дает имена животному миру, скажите, что такое животное? Собака. Что означает собака на русском? Ничего. Келев на иврите? Кулолев. Все сердце. Все сердце. Кулолев. То есть это сплошная эмоция. Собака это сплошная эмоция. Хатуль от слова Лехатель. Кошка, кот. На иврите кот. Она, она, иврите что это означает? Скрывать. Так же слово хитулим, подгустники, это тот же самый корень. Потому что, что делает кошка? Она закрывает свои, то, что она, эмоции. Нет, не эмоции. Она закрывает свои, как сказать, из проживания? Да. Понимаете, и Алье, Лев, Алье, там имя, буквы имени Бога, Всевышнего, Юдхей, Юдхей. Это имя Бога. Потому что Лев, он цай, всего животного мира. Хамол, от слова Хомер, нести материю. В чем суть осла? Он несет тяжелый груз. То есть даже имена животных, животного мира, это имя, несет в себе смысл, суть, душу, этого животного. Даже именно, даже более того, имена органов. Печень. Какая печень? Печень. Тяжелая вещь. Кабет. Кабет. Тяжелая. Самый тяжелый орган в организме, какой? Печень. Верете щен, зуб. От слова щеной изменяться. Что делает зуб? Меняет пищу. Меняет ее форму, когда ты живешь. Озен, ухо, на русском языке ничего не означает. На иврите, озен от слова изун, баланс. Где находится баланс всего организма человека? Рецибулярный аппарат где находится? Можичевый. Тут. В ушах. В ушах. Вот он, озен от слова изун, баланс. И мы узнаем весы от этого же слова. Весы. Озен, уши, от слова баланс. Потрясающая вещь. Мы так можем продолжать дальше, дальше, дальше. То есть, другими словами, то, что происходит тут, мы видим, что имя имеет очень большое значение. И имя нам показывает душу этого человека и его суть. И проводится в Талмуде история о великом, о великом, шшшшшшш... OVER в великом, привидится историю о великом рабе Мейере, рабе Мейере Банганез. Он, когда ты говорил ему имя человека, он мог моментально тебе сказать, что это за человек. Все. Только имя им было. И вот, разница, однажды он, рабе Мейере, со своими коллегами рабей Йоси и рабей Юда, Они останавливаются в маленьком пунтаке, в маленьком мотеле. И когда они там останавливаются, спрашивают Раби Мея моментально у хозяина этого мотеля, а как тебя зовут? Он отвечает, меня зовут Кидо. Говорит Раби Мея, мои деньги к этому человеку, это был шаббат. И они, все его коллеги, Раби Йоси и Биюда, оставили свои деньги у него, чтобы на хранение. Он сказал, нет, я такому человеку, с таким именем, не оставляю свои деньги. Раби Йоси и Биюда удивляются, но они не спут. Пятницу ночью Кидо уйдет спать, и он видит сон. А, извиняюсь, до этого один момент. До субботы Раби Мея сказал, что я буду с деньгами, я деньги не хочу отдать. Не хочу отдать эти деньги Кидо. Он пошел на кладбище местное, похоронил там, закопал там свои деньги. Все, спокойно, пошел домой. И то, что происходит, он закопал деньги. И все, и пошел себе субботу принимать. Ночью Кидо пошел спать. И он видит во сне, папа приходит ему во сне. Говорит ему, сынок, ко мне пришел кто-то и закопал деньги под моей могилой. Приходи, забирай деньги. Кидо увидит такой сон. Моментально подходит к Раби Мееву, у него же большой цадик, большой памятник. Говорит ему, Раби, вот я видел такой сон, что мне делать? Говорит ему его отец, говорит ему, Раби Меев, ты не волнуйся. Сны, когда приходят тебе с пятницы на субботу, они не имеют значения. Ты можешь спокойно спать. А сам бедный что сделал? Побежал на кладбище. Сейчас нельзя заходить на кладбище. Нельзя только деньги. Шаббат. Он стоял извне кладбища. И так ждал до конца субботы. Охранял деньги. Суббота заканчивается. Он уходит обратно в мотель. И его друзья Раби Йоси и Раби Йуда подходят к Идову. Говорят ему, где наши деньги? Деньги? Какие деньги? Кому деньги? О чем вы говорите? Вы мне что-то давали никогда в жизни? Все. Говорят они, Раби Мееву, как ты знал, что ему нельзя давать деньги? И он ему говорит в этот момент, Очень просто. Когда я услышал его имя Кидор, я открыл хумаш. И там пишется Они поколения переворотов, изменчивые. Я понял, что такому человеку нельзя на него доверять. Я ничего не говорил. Я видел, что Раби Меев мог даже увидеть суть человека по его имени. Но тут, кстати, есть очень важный момент. На эту тему. Говорится, что Есть отдельная тема. Это тема Каббала и астрология. Но я немножко ее только сейчас спросилась. Отдельная вообще лекция. Потому что объясняется у нас, что все буквы виского алфавита, Вот 22 буквы виского алфавита. Момент, что ты выбираешь имя. Каждая буква имеет свою энергетику. Сейчас как это разделяете? Против сэфори цива. Очень поздно. Есть у нас три буквы главные. Три самые святые буквы. Алиф, Мем и Шин. Зависуются буквы Эмеш. Алиф это стихия воздуха. Мем это стихия воды. Шин стихия огня. Эмеш. Из-за этого говорится, что есть слово Шмуэль. Оно очень мощное. Почему Шмуэль очень мощное? Что оно имеет все три буквы. Моше имеет только букву Мем и Шин. Две буквы. А Аарон имел только одну. Потому что у Шмуэля были все три буквы. Люди, кто имеет слово Шмуэль, они очень духовные люди. Это всегда в конце концов делают чувак. Делают раскаяния, потому что это имя, которое несет в себе очень духовный потенциал. Но смотрите, это Эмеш. Это три первые буквы. Считаются самые мощные. Что интересно, извиняюсь. Это слово на нашем языке, фарси, означает все вместе. Все вместе. Видите, вот наша сила, это когда мы все вместе. Я фармил от. Это не парси, это язык старый. Кстати, вообще хочу вам сказать такую вещь очень важную. Если вы сейчас... Как вас зовут? Валер. Пинхас. Пинхас, вот правильно ответил. Мое имя. Во-во-во, Пинхас, умница, умница. Смотрите, какие-то. Бауха, шем, бауха, шем. Смотрите, из-за этого тут интересный момент. Мы знаем, что была Вавилонская башня, помните? Да. Есть объяснение в Кигизол. Почему Вавилонская башня, когда она была разрушена? До какой было наказание? Эта башня слонилась. Смешали языки. Создается, в Золе простой вопрос. Какое имеет отношение, что они хотели построить башню, а то, что смешали языки? Есть комбалистическое объяснение в Кигизол. Очень интересно. Что действительно, внутренний смысл того, что они хотели построить эти лаваним, эти кипичи, они знали великолепно. Весь мир говорил, на каком языке? На каком языке? На одном языке все говорили. На каком? На хибру. На иврите. И когда они знали все иврит, они могли изменить полностью энергетику всего мира. То есть они могли изменить слово, это Кабала Маасит, да, практически Кабала тоже называется, изменив одно слово, они могли изменить полностью весь мир и всю энергетику. Они могли сделать переборот во всем мире. Это то, что было духовное значение в Ивритской башне. Ивритской башне, решил Всевышний, я не дам им эту возможность и размещал все языки на 70 языков. Но с этого момента, как только он размещал все языки, нет ни одного языка в мире. То есть ты, неважно, на каком языке ты разговариваешь, ты всегда говоришь немножко на иврите. Что в любом языке в мире есть, что? Основа иврита. Корень. Однозначно. Например, даже вот хатуль, да, кошка, это катулус на латинском, кот на русском, на иврите хатуль. Самурай, шумер, сторож на иврите. Или альтернатива, латурнатив, искать путь. С другими словами, мы видим, что, из-за этого, эти вещи сейчас, что вот эмеш на перси, это на любом, на любом языке, берется очень много чего, от иврита. Возвращаясь к нашей теме, с вашего позволения, мы сказали так, из первой три буквы, это эмеш, алиф, мем, шин, три первые буквы. Это стихия воды, стихия алиф, это стихия воздуха, мем, стихия воды, шин, стихия огня. Потом идут семь букв, 7 планет, которые влияют на наше человечество, близкие планеты. И каждая планета имеет что? Свою букву, которая влияет. И потом идут еще 12 знаков зодиака, 12 месяцев и 12 букв. Все вместе сколько? 22 буквы. Из-за этого все буквы веского алфавита разделяются на 4 буквы, на 4 группы. Стихия воды, стихия земли, стихия огня и стихия земли. Воздуха. Воздуха, да. Все происходит. Например, ко мне даже подошла девушка, ее звали Гадаса. Гадаса это очень красивое имя, но поймите, что... Гадаса это очень красивое имя, но... Эй это огонь, Давид это огонь, Самых это огонь, и Эй это огонь. И она жена Овна. Это атомный реактор на двух ногах. Я ей сказал, девушка, у вас красивое очень имя, но опасно, что около вас сейчас стоим в данную секунду. И детям у нее был очень взрывной характер у этой девушки. Потому что из-за этого, когда человек, он добавляет тебе имя, меняет, сейчас поговорим на эту тему, очень важно, какие буквы ты себе добавляешь. Когда сказал Всевышний Аврааму, у тебя родится сын, я знаю великолепно, что астрологию, у меня не может родиться ни один ребенок. Поэтому ты прав. У Авраама не родится никто. Но я тебе добавлю только одну букву. Буква Эй, Абрахам, Саре, уберу букву Юд, Сара. У Алла, рождается ребенок. Почему именно эту букву ему добавляют Всевышний? Потому что буква Эй, это буква беременности, это буква женственности, буква сотвоения мира. Абрахам какое-то отношение имеет Эй? Он дал ему букву женственности, дал ей, убрал у нее букву Юд, Юд, это буква Муская. У нас же имя Бога Юд, Хей, Юд, Кей. Убрал ей букву Юд, Мускую, дал ей тоже букву Эй. Аброим добавил женственность, беременность. И этот канал раскрылся у них. Все. И зато это очень важно у женщин, чтобы у них была буква Эй, особенно у тех, кто есть проблемы с детьми и так далее, буква Эй очень важна в этом смысле. Йошуа наоборот. Вспомним Йошуа. Ученик Моисея, Мошер Абену. Как его звали? Как звали Йошуа? Мошер. Его главная буква была Эй. У него была женская буква начинающая. А мы сейчас поймем, что начинающая буква очень важна. Какая буква начинается в твоем имя. Эй у него была главная буква. Говорит ему Моисея, ты должен стать лидером еврейского народа, вывести еврейский народ, ввести его в Израиль. Не согрешить, не пойти за грешниками, грех соглядатых. У тебя не должно быть женское имя. Должен дать тебе мужскую энергетику, ассертивную. Дает ему букву Юд на начало. Добавил ему мужскую букву Юд. Сари он убрал Юд, а Йошуа добавил. Мы видим, что ты добавляешь одну букву в свое имя, ты можешь поменять полностью свою сетку. Понятно? Из-за этого, ну это отдельная тема, это тема тоже, из-за этого объясняется вообще в Кабале, что каждый месяц еврейский, он имеет свою букву еврейскую. Свой месяц Олгора, который более слабый, свой характер, качество. И ты можешь понять характер человека по четырем параметрам. Месяц еврейский, когда он родился, еврейская дата рождения. Это вам не говорят люди, я козерог, я близко, посмотрите, еврейская дата рождения. День недели. Решенши, миши, реши. Потому что каждый день пишется в Талмуде, он влияет, это планета, другая планета влияет на тебя. Час. Потому что ты можешь быть, скажем, близнец, но по времени ты стрелец. То есть у тебя близнец с влиянием стрельца, и четвертое это твое еврейское имя. Могут быть люди родились в тот же момент, в ту же секунду, но у них разные имена. И от имени у них разный характер. Потому что в тот же момент, что у них другое имя, другая буква, другие каналы энергетики, в этот момент происходит, что у этого огненные буквы, у этого наброд земные буквы, и у этого не артика есть. И вот эти четыре параметра вместе, вместе с еврейским именем, тогда можешь получить уже картину о человеке. Понятно? Ну это астрология, это отдельная тема, но и возвращаемся к нашей теме к именам. И из-за этого получается такая вещь. Проводится у нас, что первые три буквы имени, это главное, что влияет на жизнь человека. Первые три. Почему? Во-первых, нельзя иметь имя меньше трех букв. Из-за этого есть имена, как Дан, Гад. Очень редко у висков народа увидели имена, как Дан и Гад. Почему? Потому что наша душа, не заходясь глубоко, я постараюсь доставить все на... Она состоит, пока болеет, главном вызове трех частей. Нефеш, Луах, Нешама. Или переводят она в простой русский язык. Та часть, соответственно, за наши мысли. Та часть, соответственно, за наши слова и за наши действия. Более низкая уже часть. Окей? Из-за этого что происходит? Очень простая вещь. Момент, что у меня есть только имя, где у меня две буквы, я не додаю своей душе полностью каналы. Имя должно иметь минимум три буквы. Надо иметь три буквы минимум. Имеешь больше, еще лучше. Иф-Ла. Но из-за этого имена как Дан, имена как Гад, они не... Можно их как иметь как второе имя, но не как единственное имя. Как единственное имя это проблема. Ле-Я-Хай, например, два имени, да? Великолепно. Мы сейчас поговорим на эту тему. Если имена тоже более слабые, более сильные, мы сейчас на эту тему поговорим. Окей? Из-за этого, кстати, еще интересный момент. Из-за этого по имени, когда ты видишь имя человека, например, когда у него первая буква это Алиф, да? У человека у него первая буква Алиф. Можешь многое познать о его характере. У кого-то тут есть буква Алиф вначале, первая буква ей? Алиф. Александр, вообще, хочется сказать такая вещь. Александр очень часто в виских общинах добавляет слово имя Александра. Почему? Александр, как он стал в виским именем? Он сам по себе не имеет такого сильного значения Александр. Потому что Александр Македонский, как мы прекрасно знаем, наверное, эту историю, хотел поместить свою пессель, свою статую в хаме. А это запрещено. Мудрецы, чтобы не обидеть, и в коем случае Александра Македонского, вместо того, чтобы поместить статую, что мы сделаем? Все имена, все дети, которые родились в этот год, получили Александр. С этого момента Александр становится еврейским именем. Но по-настоящему Александр не имеет этого значения, этой силы, кто имеет еврейские имена. Это имена, первую очередь, самые мощные имена, имена Христой. Это самые мощные имена. Есть потому, что более современные имена, они имеют значения на ивритвы, они же слабее, чем имена Христой. Когда ты имеешь имя Александр, о, все? Что говорится имя Александр? Александр Рейцех. Кстати, говорится из-за этого, когда у человека есть, я знаю, вот я как-то в России, я описывал сразу Лазару, главный человек России, и он мне рассказал историю, что у него отношения, он был почему-то в Лондоне, и там была семья, пара, пришли к нему жениться, там, его звали Симха, и ее звали Симха. И она Симха, и он Симха. Это может быть слово радость, это может быть мужское, и может быть женское. И сейчас нельзя, когда он женит Симху на Симхе. Но тогда, он спрашивает невесту, а это твое полное имя? Нет, нет, а почему мое полное имя? Это Симха Брэнда. Он говорит, это совершенно другая вещь. Потому что у человека есть два имени, это считается уже новое имя вообще. Это Симха Брэнда, это уже отдельное имя. Это как одно единое, одно целое. Важно использовать свое второе имя. Не только одно имя, а полностью все это имя. Из этого, Алиф, например, вот мы разговариваем с нашей теме, когда ты видишь по буквам, ты можешь знать характер человека, только даже по буквам. Например, буква Алиф, это показывает очень духовность большого человека, который не заходит в никакие границы. Она не может зайти в никакие границы, она им не достается и не может получать указания от людей. Ему будет тяжело получать указания другого человека. И всегда может быть такое чувство нехватки. Это сама буква Алиф, потому что не заходя ни в месяц, ни в что, только сама буква. И так каждая буква, потому что по нее тоже, она добавляет понимание характера человека. Но родителям детей, когда рождается тебя ребенок, мы же все это не знаем, да, человек рождается у него ребенок. Вот где там смотреть на все буквы и так далее, не все же знают где-то. Но пишется в том, что у родителей есть что? Проводчество. У них есть 1,60-е прородчество в этот момент, как на сатрибок. Когда люди ко мне приходят, говорят, как назвать или детей, или как сдать себе и весь ким, я говорю, в первую очередь, скажите, что вам им поделать. я никогда сам им не дам имя, вот эти имена, которые вам звучат, вам созвучны, из них я могу вам помочь подобрать правильно. Равин, имея знания, он имеет прородчество, он имеет знания, кто может, имея эти знания, помочь, что более правильно этому человеку. Но из родителей, должно быть, открываться ума человека, какое имена, и родители тоже. Родители у них есть что? из прородчества. И рассказываю, что была нашла история, была семья, у нее, у них одел с дочкой. И мама решила, что она даст название дочери Сара, Сара Малка. Красивое имя. Сара это в нашей формате, Сара это сила, это мощь, Малка это королева. И вдруг уже в субботу надо давать имя ребенку. И она говорит вдруг, мама, знаешь что, мне я решила дать еще третье имя, паровозик. Сара Малка Атара. Окей, муж говорит, жена решила, делаем? Не спорю. Субботу вечером, оцей шаббат, звонит, звонит отец ее, дедушка. Говорит, ну доченька, как вы назвали ребенка? К этому Сара Малка Атара. И папа начинает плакать. К этому, а по какой причине ты назвал? Не знаю папа, так захотел. Ко мне ночью, он говорит, пришла моя сестра родная, кто умерла. И начала мне плакать, почему никто не назван в семье в честь нее. Ее звали Крейндом. Миташкин, здесь, как Россия. Имя, идаш, означает корона. Атаран, и выйти, это корона. и его дочка в субботу, находясь в другом городе, не зная этого, кричает, откуда, отсюда, что назвать, как ребенка? Атара. Корона. И он рыдает, что она назвала ребенка в честь в сестру. Это называется, что родители дается что? Пророчество, понять суть этого человека. Суть его души, что с вас. Это один пример. Второй пример был однажды человек. У него родился ребенок, и дай-то Бог, больной. У него мужичок был поврежден, и он не мог ходить. И они решили дать ребенку мощное имя, сильное. И он подошел к этому Рав Каменецкому в Израиле. И это Рав Каменецкому, как назвать моего ребенка? Ну, ты знаешь, дай ему имя Ярушуа. Ярушуа это спасение. Он сказал не Ярушуа, извиняюсь. Дай ему имя Барух. Барух это богословение. Он был богословен, дай ему имя Барух. У этого человека дочку звали Браха. Это тоже богословение в женском роде. И он решил, ему как-то не понравилось вызывать дочка Браха, сын Барух. И он, Шак-Шлах, недельная глава Шлах. Мы знаем, что есть тоже очень мощная система как называть, как знать, как назвать ребенка в той недельной главе только, когда он был рожден. Посмотрите, какие имена вторые на этой недельной главе. И он смотрит недельную главу Шлах. Это та неделя, когда Моисей добавляет Ярушуа имя, посылает его в Израиль в имя 12 глядаты, добавляет ему букву Юд в его имя, чтобы он стал Ярушуа. Ярушуа это имя спасения. И там есть известный вопрос. Зачем ему Моисей добавил имя? Для чего? Эту букву. Для чего она ему добавила? Для силы. Дать ему силу, чтобы он не согрешил. И за счет этого он не согрешил? Да он букву Юд. И он не согрешил соглядатым. Потому что все соглядатые что сделали? Они все согрешили. Да, и все. И оклеветались на Израиль. И тот вопрос. Если такая большая мощь в имени человека Моисей, почему он мог бы Мошер Абейну добавить всем 12-ти соглядатым, поменять имя, и не было бы греха соглядатым? Правильно? Правильно. Все. И отвечает нашим Мудрецы, если я ответил, Моисей знал, что Юрушуа это такое сильное имя, что он может повлиять, это спасение, спасать всех. Он может повлиять на всех, чтобы все не согрешили. Своим потенциалом. Да, согрешили, но в его потенциале он мог повлиять. Там объясняют мудрецы, что Юрушуа они сами как бы отошли от греха, но они не начали естественно влиять на других. Это уже отдельная тема. Решает в этот момент папа, я дам своему сыну больному имя Юрушуа. Его не просто имя благословение, чтобы он влияет на других. Вот он уже решил имя Юрушуа отдать ребенку. Звонит его папа, говорит ему, сынок, как ты идешь назвать на Бритмила завтра сына? Говорит ему, о Юрушуа. Говорит ему, почему Юрушуа? Говорит ему, он так тогда. Говорит ему, а что с дядей Берри? Какой дядя Берри? Ну ты не помните, был дядя? Да, но никогда не было семь святых, слушай, дядя это дядя, это святое. Говорит ему, а какое было его еврейское имя у дяди Берри? Юрушуа Барут. Барут. Тогда оба эти имени и то, что Барут сказал в Каменецке и еще, кто он хотел. Этот ребенок, несмотря на то, что он был больной ребенок, не мог ходить, он в его ищеве, в его школе, когда был праздник Пурим, все одевались в праздник Пурим солдаты Джорджа Вошингтона, он был Джордж Вошингтон. Он был настоящий лидер, смог сделать мормитию в Израиле, несмотря на то, что он не мог ходить, он был действительно и благословением для всех окружающих, и силой, вдохновением имя меняет нашу жизнь. Но очень важно тоже имя понимать, что когда вы даете имя в честь родного, близкого, это важный момент, если он умер в возрасте, ранен, или погиб, если наши мудрецы, а мы сказали, что Шерн, имя это связывает человека с нашимой, с душой того человека, с которого ты называешь. Очень важно в честь кого ты называешь, что он был человек праведный, и очень важно тогда, если он умер до 60 лет, или он погиб, не дай Бог, добавить обязательного второго имя. У меня мое имя Бенцион Машин. Меня назвали еще в России, в Союзе, в Сунингаде, меня назвали Бенцион в честь моего, брата, моей бабушки, который пропал без вести на Курсовской дуге Второй мировой войны. Бенцион. Мы приехали в Израиль, было 20 минут, когда я приехал в Израиль, и нам в Израиле сказал Равин, вы не можете его называть Бенцион, но имя Бенцион Машин. Добавили имя Машин. Очень важно добавлять имя в такой ситуации, не оставлять, изначально, если вы в честь умершего, человек, кто умер рано, можно даже изменить одну букву всего лишь в имени, это уже новое имя. Например, его звали Яков, вы дали ему имя Акива, это похоже и звучание, то же другое. Все, другая энергетика, если нечего боится. Это очень важный момент. Что? Но связь с нашимой есть того человека? Есть себя, но все-таки мы же меняем энергетика, энергетика другая. Все, пожалуйста. У нас в Угорске принято дать имя от имя Акива, когда он живой. Я думаю, в этом... Смотрите, по поводу того, что дают имя в честь живых, бухавских евреев, уголцев, и так принято. У Ашкиназима это нет. Мы идем по обычной нашей общине. То есть в этом, опять, у Ашкиназима это будет проблема. Уже для Ашкиназима это означает проблема отечественная. Для мусифатских евреев, в Угорске, в Ухавске где-то всегда было принято, на год был знак уважения, знак это, это не проблема. То есть каждый идет по своим обычаям, в свои общины, и это вполне в этом смысле это не проблема. А надо второе имя или не надо только одно имя? Смотрите, имя когда надо добавлять второе имя? Когда есть, не дай тому какой-то блок по жизни, по здоровью, по насилию. Во-первых, надо помнить вообще правилы. Хочешь менять свою судьбу, меняй себя. Это номер один. Потому что имя это потенциал, это какой-то раскрыть канал, если кто-то есть плохое имя. Но вместе с этим надо понимать, что все зависит от наших деяний, от наших заповедей, от наших травм и цвот, все. Все остальное это уже добавка, это раскрытие больше возможностей потенциала. Даже ты назову себе пять имен. Сам их можно подобрать, но сам не будешь меняться, не будешь делать. Эти буквы, они все, отойдет от них вся энергия, и когда тебя спросят твои пять имен, ни одно имя не будешь помнить. Как мы сказали в начале лекции, потому что в момент, что человек забывает свои имена, это значит, что? В момент, что человек забывает свои имена, это в этот момент, значит, он свой потенциал не использовал. Имя это потенциал, дайте возможность, воскрывать каналы, он может смягчать характер человека, если человек может наоборот его изображать, какое имя давать? Но это потенциал. Да, пожалуйста. Если дали ребенку, взрослому, дали второе имя, но это второе имя не используется. Все равно используется в работе, в ежедневной жизни все равно используется его первое то изначальное имя. Не имеет значения. Нет, ну это еврейское имя или не еврейское? Нет, то, которое было дано изначально. Почему я спросил вас такую вещь? Когда люди говорят, у меня есть первое имя, это второе имя, если ваше первое имя это Светлана, это Владимир, это для меня не первое имя, это Это не еврейское имя. Когда у тебя есть, скажем имя Хай, и добавил тебе имя Моше, это я понимаю. Имя не еврейское, поймите такую вещь, очень важно. Имя не еврейское, оно не имеет влияния, не дает себе каналы, ты себя блокируешь. Нам и так нелегко в этой жизни, нам и так все непросто. Ты дал тебе еще ценовод, дал тебе каналы, кто мог дать тебе энергию, а ты сам себя блокируешь. Хорошо, но человек имеет... Из-за этого, очень важно, я сейчас закончу мой ответ. Из-за этого, поймите, если его зовут, скажем, Владимир, неважно как это, или зовут его Джонни, все его зовут Джонни, а вообще его имя это Ицхак, но никто об этом не знает, что у него имя Ицхак, это вообще не влияет на его жизнь, и ничего не дает ему. Потому что у меня был человек, ко мне подошел, у него умер отец. Когда у него умер отец, сказал Ребе, я знаю, что у моего отца было еврейское имя, но никто его не знает. Можете ли вы мне, пожалуйста, помочь найти его имя? Я говорю, смотри. Есть такая вещь в Аллахе называется Ашчемшенишках. Забытое имя. Если это имя, которое никогда не было использовано. Даже его родные и дети не знают его еврейское имя. Это даже мнение, которые не пишут его имя потом на могилу еврейское. Потому что оно никогда не было использовано. Забытое имя. Было дано бы быть мило. В обрезании было сказано еврейское имя. Или женщине дали это имя в синагоге при чтении Торы. Но она никогда его не использовала. И он его никогда не использовал. Ты не влияешь на свою жизнь. На тот же момент, что вы приходите и добавляете второе имя. Или вы дали своему ребенку или себе, у вас есть имя еврейское. Очень важно, чтобы хотя бы ваши близкие, ваши родные использовали это имя. Но они родили. Это имя было использовано. Если вам тяжело, чтобы вы на работе, то хотя бы, чтобы вся ваша община, синагога, братья, сестры, родители, жена называли вас по этому имени. Чтобы это влияло на вашу жизнь. Добавить это в паспорт. То есть все, что мы можем сделать, чтобы это имя больше влияло. Потому что этот канал великолепно. У меня человеке задавал себе три имени. Шлома Давида Враам. Потрясающе. Но его все зовут какой-то там Сулейман или не знаю, как его зовут. До свидания. У меня есть... Смотрите. У меня была соседка в Сигейте. Ее звали... Ее папа одесит. Еврей чистый. Мама одеситка. В синагоге я их в Ёмки-Пурне всегда вижу, но... Они в Советском Союзе... У них умер папа Фима. Но его звали все Фима. И он говорит своей жене... Слушай, назови нашу дочку. У них дочка роди рождается. Любое имя на букву Фе в честь папы. Это и в Советском Союзе. Как она назвала свою дочку? Фаина. Фаина было бы хорошо. Как? Феня. Фаина. Ох, го уже же! Как? Фаина. Фаина. Фуаина. Фаина. Фаина. Ого! Чисти. Еврейский. Причем для Вас, там у него там фамилия Таганати такая... Чисти еврейские все. Фаина. Папа чистый еврейский. Мама чистый еврейский. Евдок из Одессы. И вы знаете, я на ней убедился, как имя меняется у этого человека. У этой женщины был по всему по жизни. Хотя она бывает из состоятельной семьи, как бы папа, здесь дочка, он ее любит, она обалдает ей все, что может. У нее не по работе, не по семейному счастью, от религии далека, все полностью, характер, полный ужас. Полностью. То есть имя влияет. Из-за того, что даже вам дали еврейское имя в синагоге когда-то, но вы его не используете, это как иметь с канала и не раскрывать. Да, пожалуйста. Был такой случай в честь Амшель, Ротчерда и Дэвида, Дэвида и Давидда. Прошу любить и жаловать, как и называть. Рокфеллера, один бедный человек, который один из миссисы, он решил как-то можно назвать Амшель, а другого беден. Но он добавил в этом Амшельу Ротчерда, а Дэвида Рокфеллера. Но они не разбогатели. Кстати, тут есть... Молодец, молодец. Тут я хочу сказать еще один момент. Фамилия, Шеми Шпаха, фамилия, вообще люди, которые боятся, моя фамилия такая. Это не имеет значение, это вы не волнуетесь. Фамилия начали только 200 лет назад. 200 лет назад начались фамилии. Пониматься на это не надо. Главное, это имя и близко. Но что важно, смотрите, что такое очень интересное. Царь Шауль так умер. Царь Шауль. Его убили. Он не умер своей смертью. И пишет великий Хатам Суфер. Потрясающее объяснение. Почему Шауль не умер своей смертью? Почему он должен был жить дольше? Потому что назвали царя Шауля. Через кого он был назван? В честь злодея. Полководца Исаба Шауль. Его назвали в честь злодея. В момент, когда ты называешь ребенка в честь злодея, они ему сократили его жизнь. Пишет Хатам Суфер. То есть, другими словами, сейчас мы будем людям, а сейчас, если сейчас назвать ребенка в честь Шауля, когда у тебя есть всегда честь кого хорошего, то есть, назвать человека, который долго жил, это одно дело. праведника и так далее. Ты можешь, ну, у тебя в честь этого имя, в честь именно этого праведника, этого человека. У Шауля в честь кого называли, только злодея назвали Шауля. Из этого он связал свою жизнь с той душой. И это сократило его жизнь. Из этого нам нельзя называть наши имена в честь не дает Бог злых людей. Да, пожалуйста. У меня такая ситуация, я был наше в честь своего дедушки, который в межности пропал на войне. Я не знаю, какое имя имя сейчас. Вот меня Шамиль назвали в честь его. Шмуэль. Шимуэль. Во-первых, Шмуэль, это очень сильное имя грейское. Ну, не надо мне так говорить. А? Вы Шмуэль? Вот почему вы около меня осели, сейчас я понял. Когда я начал говорить о тех самых сильных буквах Алиф Мэм Шин, Шмуэль имеет все три буквы. Шамиль. Шмуэль, он имеет все самые три буквы Алиф Мэм Шин. То есть это духовная энергетика. Человек имеет имя Шмуэль, и важно, как будет его жизнь, он станет в конце концов Галекиозным. Что это имеет такой духовный потенциал, что он принесет его сыновь к Богу в конце концов. Ну, у вас может быть здесь, но... Бог решает. Я, что, у Леха, у Леха, у нас погиб, Яна Мурасев, 25 лет. Смотрите, как его звали? Как его звали? Вы делаете имя Шмуэль? Шмуэль? Шамиль. Его назвали Кеназ. Шамиль, это Шамиль. Фактически... Я извиняюсь, что у нас Шамилов, да? Почему Шамилов стали у нас, значит, не было всего. Были Шмуэль, Шамильов. Когда с Крыма пришли, с Крыма говорят, Туркия оккупировали Кавказ, фактически мы значит попали из-за Дагестана. Шамилов. 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 Какое чувство имени Шалом? Может быть, Шамиль ближе к Шалом? Шамиль ближе к Шалом. Шалом, это хорошее имя. Тут надо посмотреть тоже по там буквы, даты рождения и так далее. Связаны какие буквы, стихи и так далее. Шин, это огонь, ламет, это воздух, бав, это земля. Посмотреть в этом смысле тоже на эту тему. Потом мы поговорим. Но Шмуэль вообще, оно по своей энергетике, оно более мощное. Понял. Но надо посмотреть, может быть, по его специфической, Шалом, может быть, ему больше подходит. Надо будет посмотреть уже после лекции. Поговорим. Но, потому что зависит тоже его дата рождения, его энергетика, и что ему не хватает, и поэтому мы можем это говорить. Смотрите, что еще интересно могу вам, если вы еще не устали? Нет. Есть еще такой интересный момент, есть имена женщине виски, но они плохие имена. Они просто неевгейские имя, как бы, никакое, нейтральное. Например, Алла, да? Женское имя Алла. Алла. Во-первых, Алла. Во-вторых, наибриде, что означает Алла наибриде? Проклятие. Алла да акляра. Из-за этого, так как Алла наибриде, это проклятие, не надо иметь такое имя. Во-первых, все должны иметь евгейские имена. Но, хочу вам сказать, что Алла, специфически это проблематично, можно добавить одну букву. Ай, Алла, букву Юд, Альта. Есть много разных вариантов. Зависит от человека, зависит от его жизни, от его судьбы, но, чтобы он не имел такое имя, проклятие. Еще какое имя? Дина. 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 Дина, это слово Дин, это слово правосудие. Займите внимание, у всех любопческих рабаньот, это интересный момент. Вот, например, была рабанит, ее звали Нехама Дина. Всегда два имени. Дина, оно сильное имя, это имя суда, это тяжелое имя, но ей добавили Нехама. Нехама что означает? Нехама. Нехама. Милосердие. Нехама. 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 Нехама не милосердие, учащение. Далее имя учащения. Нехама это очень мягкое имя по своим буквам, по своему характеру. Нехама Дина. Двора Лея. Лея тоже имя считается Лея Цула закрытость. Лея это не очень сильное имя по своей сути. Ахая? Хая очень сильно. Когда больные женщины, одно из имен, как больше всего. Да, Лея Ахая очень хорошо. Можешь спросить? Двора Лея, хочу, минуточку, но есть Двора Лея такое имя. Двора очень огненное имя, очень сильное. Добавляешь его с Лей, все. То есть, но Рахель тоже не очень сильное, Рахель она тоже мягкое имя, но слабое имя. Но когда ты делаешь менуху Рахель, и так далее, надо отдельно уже тебе. Да. Какой вопрос, пожалуйста. Так, Лея Хаев. А Лея Хаев, вы что-то, Лея Хаев? Нет. Нет. Моя мучка зовут Лея Хаев, а мой дядь Лея Хаев. Али? Вашим, ну как зовут его? Мучка, Лея Хаев. Да. Так, это сильное имя? Да, сильное. Вы любите Лея Слабый. Лея, но слабый. Вообще, я предпочит, когда делается Хаев, но это отдельная тема, но может быть, Лея Хаев, мы посмотрите. Окей, мои дорогие, я еще полуидеи добавлю на эти меню. Еще какой интересный есть момент, еще имя Изабелла. Знаешь, если назовут ее просто Белла, это лучше. Изабелла, это плохо. Честь королевы, они... Да, Изабелла, это большая проблема, опять вы связываете ваши души с злодейкой. Беллки. 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 Хотя, Беллки, поймите, такой убежден. Беллки. Это итальянский. Беллки. Красиво. Никакого значения... Яфа. Яфа. Это такое... Белла и Яфа. Ну, это надо посмотреть, это же зависит, поигмать от Яфа. Это зависит, какое можно иметь, нужно иметь. Это отдельная тема, какое иметь. Но, само слово Белла, оно не еврейское, но оно хотя бы не Изабелла. Беллки. А вот Яфа и Нава, это же Нава, это же одно и то же Беллки. Знаете, значение это одно, буквы другие, каналы другие. Что лучше? Каждому свое. Нет такого, что лучше. Есть одна вещь, когда это имена Истолы. Это самые мощные имена Истолы. Когда это не имена Истолы, Яфа и Нава, и так далее, имена имеют значение, буквы, что смотришь по буквам, по человеку, по его энергетике, по его знаку. что ему не хватает. Симха – это слово «радость». Это значение исходимого. В этом смысле. Смотрите. Еще что интересно на эту тему. У нас еще есть время немножко? Есть, есть, есть. Есть. Пару часиков. Пару часиков. Хочу вам сказать еще такую вещь, что вообще у нас есть книга, называется… Вот мы сейчас заканчиваем без раташем «Хумаш перешит». И мы начинаем. Хумаш какой? Хумаш. Хумашмот. Как называется «Хумашмот» и «Клишмот»? Имена. То есть, на английском, обычно, как эксодус, и так далее. По большому счету, это имена. То есть, три вещи, за счет которых еврейский народ смог выйти из Египта. Потому что женщины еврейские позаботились, чтобы мы не изменили три вещи. Свою одежду, свой язык и свои еврейские имена. И за счет миссиру Тефиш, они отдали свою жизнь для того, чтобы наши дети не подменяли свои имена. Когда проходили через Красное море и спросили ангелы, «Машну элу мэлу, почему эти египтяне идолопоклонники ты их погубаешь, а эти тоже идолопоклонники мужчины и идолопоклонники все, ты их спасаешь. Почему этих спасающих убиваешь? Но объясняют, и сказал Всевышний, что у меня есть с ними будет союз с еврейским народом, но объясняют мудрецы, за счет того, что они не изменили имена еврейские. Из-за этого вся книга, исхода, вся книга, это шмот. Показать нам, в какой степени важно имя еврейского человека. Вместе с ним не забывайте, имя это хорошо, это очень важно, но пока вы не меняете себя, не меняете свою судьбу, вы не поменяли свою судьбу. Имя дайте себе потенциал, открыть канал. Но открывает кто? Как только ты меняешь. Есть потрясающая история, был великий Баба Сави, и у него был внук, Баба Бабух. Вот Баба Бабух однажды тоже был великий раввин, великий правинник. Он едет со своим водителем в машине, и вдруг за ними едет грузовик. Говорит Баба Бабух своему водителю, останови грузовик. Баба Бабух. Тот говорит ему, рэп рассказал все. Цадик Амад. Блокирует грузовик, тот устанавливает, что происходит, Макарах. Он говорит ему, Цадик Бабух говорит ему, у меня жажда, жажда большая, дай попить. Он ему говорит, с ума сошли? 5 минут. Виндиколонка, там возьмите себе, купите себе там. Нет, а у него не просто грузовик, грузовик, бутылки у него были. Ну дай мне, я тебе заплачу 3 раза больше. 5 раз больше. Слушай, он ему звонит. Отстаньте от меня, отцепитесь, езжайте там. Ок. Они от него встали, Баба Бабух едет, грузовик выезжает, через пару минут, он видит, как этот грузовик, не дай Бог, попадает в Сашу катастрофу, погибает. Спрашивает водитель, у Баба Бабуха, как вы это объяснили? Я видел ангел смерти над грузовиком. Но и цдакат от Сильмы Мавет, он мог бы изменить, спасти себя, изменить свою судьбу, если что он бы сделал? Да, он бы дал. Переборол себя, отдал бы, и превзошел себя, и дал бы мне бы попить, помог бы мне, тут дело даже не в деньга, а в самом акте, думавши о себе, думавши о другом, он бы спасен бы от этого. А почему он не сказал ему об этом? Тут есть момент, что тут есть момент, у праведникова им запрещено, я вам объясню, объясню, ты не можешь тоже брать, это уже отдельная тема в праведниках, взять, минуточку, взять на себя ответственность свободы выбора, он бы отнял бы от него свободы выбора. Всегда основа этой жизни это что? в праведниках свободы выбора. Он мог дать ему, веревку, возможность, изменить себя, не взойти себе, изменить свою жизнь. Если бы он это сделал, все бы изменилось, но он если бы ему сказал, тут не было бы никакого всего, искреннего изменения не было бы. А тут именно нужно, что искреннее изменение? Вы себя меняете, вы меняете свои самые тяжелые, самые сильные проблемы в жизни, то есть вам все вмещает в жизни, вы меняете свою судьбу. Это главное. Имя, это все каналы. Но пока вы не используете каналы, вы не меняете себя, это не поможет. Это понятно? Еще один интересный момент. Важно тоже не сокращать имена. То есть, например, если Еврея называют Авраам, не называйте его Авраам, не называйте его Аврум. Это неправильно. Почему? Всевышний ему что сказал? Я поменяю твою судьбу, я добавлю тебе им букву Эй. А что мы делаем? Убираем эту букву Эй. Убираем у него этот канал. Из этого вообще вот сокращение Ицхах, назвать его Ицик. Меня в детстве называли Бенсон, называли Бенсон. Но я какой-то мать я создал, чтобы не поймут. И нашелся у меня Бенсон. Почему? У тебя есть каналы энергетики. Каждая буква-то канал не сокращает. Ты дал себе желать тебе родители такую энергетику связь своей душой, не сокращай, не убивай себе эту энергетику. Ну, . Например, Шмуэль. Да. А сейчас говорят Шмуль. Он только получается сокращать. Шмулик. Шмулик. Это правильно, но лучше обещать наши мудрицы не сокращать. Это обычно жена говорит мужу Шмуль. Не Шмиль. Там делают ему Шмиль. Шмулик. Разные. Без разной вариаций. Но действительно, обещать наши мудрицы, значит, Зимуэль. Лучше используй полное имя. Используй полное имя. Ну, вообще говорю Шмуил. Ну, это я буду Самуил, потому что на русском языке это вообще Шмуэль. Почему Шамуил? Потому что Шмуэль. На русском говорят Самуил. И вот тебе Шамуил. Правильно это Шмуэль? Шмуэль. И еще что интересное. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Вот у меня имя деда, который ушел раньше, в 60-ти лет. Так его Ниссон звали. Я думал поменять. Может Ниссан сделать. Ниссон, Ниссан это одно и то же имя. Правильно? Это то же самое имя Ниссан. Вы можете себе добавить второе имя? Из-за этого это важно. А он умер что, своей смертью? Или погиб? По болезни. А есть мнение мудрецов, которые говорят такую вещь. Что когда погибает, это одна вещь. Когда человек погибает, надо добавить второе имя. Даже если он умер рано по болезни, но у него была семья, были дети, это нормально. Он умер своей смертью, даже что он умер рано. Но есть мнение, что это нормально. Более того, приходили к Любасовскому Рэбру многие люди и спрашивали его, можно ли назвать человека в честь розыгрыша «ты умер рано или нет?» И была одна история, что два человека подошли к Росхамуилу в то же самое время. Одному рабе сказал «нельзя», а второму сказал «можно». И не понимаете, почему этому нельзя, а этому можно. Что там разница? И проверили. Вот человек, который сказал ему «нельзя», его папа умерла. Но там оказалось, что не только папа умерла, но и дедушка, который был назван тоже умерла. Там уже была цепочка. А у того человека там папа умер рано, но дедушка там жил долго и было все нормально. В момент же у тебя есть в честь кого, скажем, Нисан был дедушка, он умер рано, но у него был прадедушка Нисана, кто имел долгую хорошую жизнь, то тоже можно «лесьмо хальзе». Здесь у вас все, слава богу, по жизни оно хорошо, но если есть какие-то какие-либо блоки, после добавки того и имя к этому Нисану, надо использовать не после Нисана, а оба имени. Нисан, Хайн, как вы назвали, не важно как, вот эти два имени и их использовать. А если не выбезли, то есть как человек пропал от безвестий. Ну вот у меня тоже, вы назвали в честь пропавшего безвестия. Попавшего безвестия – это умер, погиб. Умер. 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 Это погиб, погиб, это нечто от своей смертию. Насколько важно, если человеку два имени, насколько важно постоянно призывание человека двумя именами? Это важно, это важно, потому что, как бы, если есть два имени, это как бы его суть меняется, хотя бы Крията Тора, когда вызывают его кто, это понятное дело, но и хотя бы близкий, писать паспорт оба имени. То есть, чтобы это было, эти имена были где-то, вот не везде, но чтобы были во многих местах, чтобы это было вписано, чтобы это влияло. А вот, я извиняюсь, у нас говорят, у меня еврейское имя такое, у меня такое, так нигде это не написано. То есть, например? Где это написано? У меня в паспорте написано русское имя, а в КТГ, когда я женился, отец мне дал имя погибшего дяди на войне. Так. Какое имя он дал вам? Пинхас. Это дядя, кто у меня на войне, его звали Пинхас? Да. И как вас зовут все? Всегда вы Пинхасом зовут. Здесь кто знает Пинхас, а так... По паспорту Валера. А как его было неевейское имя? Дяди тоже его ледов? Нет. Но не было неевейское имя. А? Были времена, когда все были в Ухашеме. Тогда были евреи. Понимаете, это, кстати, очень вкусная вещь. Хочу вам сказать, вообще, я сейчас возвращусь к вашему вопросу. Уже поймите, наши плацы, наши дяды умирали, погибали ради ивейских имен. Как книга «Шмот» называется «Вся имена». А мы сейчас, когда все возвращено, нет проблемы тебе вписать свое еврейское Пинхас, даже в паспорты везде и так далее. И мы это все не используем. По поводу вас, это вопрос хороший. Надо просто посмотреть... Ты не только он, 99%, ни у кого нигде еврейское имя написано. Нет, 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 тут есть два момента, смотрите. Ни у кого нигде не написано. Во-первых, вы правильно говорите, надо вписывать имена в паспорт еврейский. Зачем ты напишешь? Нет, можно сделать второе имя, но надо, чтобы оно было вписано. Вот все говорят, меня так зовут. Но надо, чтобы оно было. У меня есть только, у меня записано в ивейский имя, и такого нет. Все, ивейский имя, и все. Так и быть, так и быть. Вы знаете, я когда, я родился, кстати, в Израиле. А где ты? Что, 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 что? Я родился в Ленинграде. Приехал в Израил, он было два годика. Я учил русский язык уже в Израиле. И мои родители из Ленинграда, они очень волновались, что я коктавлю. Мои брат и сестра ходили специально к логопеду, чтобы... А я, скажем, ничего, он в Израиле живет, ну, можно и коктавить. Потом дальше я начал уже давать лекции, и все. Опять начал волноваться, бедный, что... Я тоже даю каждый раз на радио, когда начал давать на Дэвидзоны. Я, бедно, волновался, как буду коктавить на радио. Ну, вы сказали, ты ничего, если вы Равин, вам можно. Равином разрешается. Но, к чему я сейчас это поможу? Вы сказали так. Очень важно использовать это имя, вписать его, свой паспорт, все это имя. Оно было вписано, номер один. На Тфилине очень важно. Везде, где можно. Где на Тфилине? На коробке, на коробке, на мешочке. А у меня там просто Тфилин написано. Окей, но если, конечно, напишется то же имя, то же имя, то же имя. По поводу вас, очень, возможно, надо было в то время, надо поговорить уже больше, если это надо и какое. Во время. Нет, поговорим потом, но после уже лекции. После лекции. Это на индивидуальном были уже. Пожалуйста, можно спросить? Пожалуйста. Вот мы сейчас затронули очень важную тему, очень важную. Но вот приходит на ум такую неприятную ситуацию. Вот еще в меня поздно. Девочки, которые были сбиты вот этим водителем, у них были имена хорошие и они были на слуху. Девочка, которая должна быть дома, но это так и должно быть. Потому что кроме Израиля, вот эти люди не будут защищать молодые, независимо от пола, это сложно. Но вот эти девочки погибли, пятеро или четверо, неважно. Три девочки. С именами, которые были настоящие имена. Как на это выводите? Как я сказал вам. Теперь мы ничего не знаем. Да, мы не знаем. Вы знаете уже с такой уверенность, мы ничего не знаем. Но хочу вам сказать такую вещь. Надо понять очень важную вещь. Есть отдельная тема, это не сегодняшняя тема. Называется она инкарнация. Гильгольна Шерут. Окей? Мы все в этом мире не первый раз. Мы все пошли закончить то, что мы не закончили предыдущей жизни. Приводится то же, что чем более высокая душа, чем больше она успела сделать предыдущей жизни. В Талмуде, например, история. Ребенок. Родился ребенок еврейский. Он умер, когда ему был один месяц. Это вопрос минуточка. За что погибает ребенок один месяц? Что он плохого успел сделать? Как бы это было душа цадика? Рабенька. Исполнил все заповеди в будущей жизни. Но его родители ему не сделали предыдущей жизни. Выкупироваться. Тогда возвратили его родителей, его родители опять. Чтобы они на этот раз сделали ему что выкупироваться. Они сделали ему выкупироваться. И он умирает. Для родителей в этом мире страшная боль. И они не могут понять за что и за что это. Но это было что? Его душа будет успокоена. Мы не понимаем души, которые приходят в этот мир. Что они исправляют? За что это им? Есть в этом смысле, как сказал Всевышний Моисею. Ты не увидишь мое лицо, только сзади меня увидишь. Что вы это проспективно можете поймете? Вместе с этим надо поймать хотя бы самим. Не блокировать себе то, что нам даете. То, что нам решили. Но самим не надо себе портить. Шауль мог бы жить дольше. Но момент, что назвали Шауля в честь злодея Шауля. Пишут там, что он себе сократил сам жизнь. Вы где сократили ему жизнь? Люди, не надо хотя бы самим себе закрывать эти каналы. Сколько канала дано вообще, это называется Всевышний Моисею. Но мы должны максимально расширить себе, максимально дать себе возможность, использовать максимальный метод потенциала. Это не в капне забирает от нас обязанность ответственность наше деяние и наше действие. Чтобы все начинать заканчиваться деяниями и действиями. Но это потенциал, который нам нельзя его закрывать и увеличивать. Его использовать. И за это, кстати, через этот момент есть имя Исраэль. Израиль, которое дается Якову. Яков, он был пяткой. Он все время держал пяткой. Объясняется с такой красивым объяснением, что с кем он боролся? Ангелом. Он боролся с кем? С Саввом. С Саввом. С Ангелом. С Ангелом зависимого объяснения. Да. Но пишется интересное такое объяснение. Он боролся наедине, приводится. Он остался наедине. Если он остался наедине, то с кем он боролся? Сам собой. Есть объяснение, что боролся сам собой. В нем были два начала, которые в нем боролись. Он родился с именем Яков. Яков означает держаться за пятку. Он все время старался имитировать кого? Своего брата. Смотрите. Все время старался зайти ему в обе. Сначала он заблуждается, хватает ему за пятку. Потом он забирает у него проворотство. Благословение. Все время старается идти по поступкам. Старается быть как Исаав. Он подражает ему. Он не имеет свою личность. Он что? Повторяет его. Он пятка. И в один момент он остается. Сам собой один на один. Внутренняя его борьба идет. Писняется по Габаре идет борьба внутренняя. Кто ты? Пришел момент тебе решать, кто ты. Ты только копия, ты только подражаешь кого-то? Или ты еврейский народ? Ты голова или ты пятка? Ты лидер? Ты идешь по Всевышнему за его словами? За твоим небесным образом? Или только старается быть как Гоим, как Исаав? Подражать им? Быть как они. Называть тебя именем как они. Сейчас пришел твой момент. И он тогда получает имя какое? Исраиль. Исраиль, друзья, это голова. Ты больше не пятка, а ты с нашей головой. И это должна быть действительно наша задача. Стать головой. Не стараться подражать евреям. Не стараться блокировать каналы. Своими деяниями. Своими именами. Всем самым дано Всевышнему. Это продолжать. Из-за этого приводится, что Исраиль, кстати, оно очень мощное имя. Юд. Это Ицхак. Шин. Это Сара. Рейш. Это Ревка. Ламед. Это. Алиф. Это Абрахам. Ламед. Это Лев. То есть все проматери и прадцы висков народов это имени. В имени Исраильцев. Это очень сильное имя. Это очень сильное имя. Ну что, мои дорогие. Я думаю, что мы на... Кстати, еще одно имя, которое... женское тоже не рекомендуется. Имя Наташа. Наташа, она является начальником Ча. Бошина. То есть? На Ча. Бошина. Наташа, Наташа. Наталья даже лучше. Она не еврейская. То есть не дает никакие каналы. Но она хотя бы... А что, евреи дают Наташе имя? Да. Сколько евре... Сколько у нас? Наташа... А? Дунька. Наташа вообще Гуйская всегда была. Дуся. А в Дуся нельзя. А что? У нас что Евреевская? Это нет Евреевской. Очень важно, что было Евреевской. А... Да, да. Что? Я был Евреевской? Да. Не стыдно с вами. Вообще не Евреевская. Не Евреевская. Кстати, хочу... Я закончу сейчас... Закончу сейчас... Нашу беседу, потом он попросит. Пожалуйста. Ко мне пришел недавно в синагогу. Кстати, тоже Гоусский Эбей. Мне вот, кажется, в тоник лекции по Тове, по Кабале. Каждый в тоник. Да. Набрать по черту. Да. Набрать по черту. Набрать по черту. Да. Набрать по черту. Набрать по черту. А, я был когда мы с вами на лекции. Я был... Да. А где там один выступал, сказки нам рассказывал. А, да, 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 да. Я сам сказочек, он мне сказки рассказывал. Не-не-не. У меня сейчас каждый в тоник там лекции. Сейчас мы приходим сейчас к астрологиям, там, что мы ходим в тоником. Позначить всех знахов. И вот, у меня приходит даже семья. Гоусский, ребята. У него там сын Ниссан. Миробе, помогите моему сыну. Надо что-то ему добавить именем, что-то изменить. Плохо идёт с учёбой. Я говорю, окей, давайте походите. Я смотрю на... Он ещё выходит, да? Да. Ну, парень, ну, скажешь, ещё он уже пошёл в колледж. И я смотрю на парень. Здоровый парень. Большой. Слава богу. Хороший спортсмен. И всё так далее. Общительный. Я говорю, что проблема? Хороший парень. Я говорю, всё по-нормальному. Он говорит, поймите. Он говорит мне, папа хочет, чтобы я там стал инженером, там, еда, там, этот, атомщиком. А он говорит, мама, а я люблю варить. Я говорю, а что ты любишь делать? Ты тринадцать не очень. Я говорю, а что ты любишь? Позов в душе. Говорит, я вообще хорошо варю. Я говорю, я подхожу к папе. Я говорю, папочка, поймите, дорогой мой. У вас с сыном всё в порядке. У него имя, я посмотрел по его дате рождения, по его месяцу. Всё подходит, совпадает. Всё великолепно. Тут нет проблем с его именем. Тут просто вы старайтесь сделать свое решение на то, что нет. Дайте ему сделать то, что его душа по его сути. Он общительный парень. Он прекрасно варит. Дайте ему открыть кристалл. Но не выйдет из него атомщик. И тут никакое имя. Хотя там сейчас мы семь имён. Но не выйдет из него атомщик. Но я извиняюсь. И всё. И так, слава Богу. Потому что надо постоянно понимать, не делать из детей или из людей того, что кем ты хочешь бы не были. Но уваживая своя душа. Свороиться. Это тоже очень важно понимать. То, что я сейчас изменил ему два имени. Он не станет сейчас друг атомщик. Это тоже важно очень важно. Можно варить атом, но хочет кашу варить. Так что, мои дорогие, как воздух это у нас очень да. Так что, я опять очень благодарен вам за внимание. Мне очень приятно. Сейчас у нас будет, потому что мы на этом закрываем нашу официальную часть этой лекции. Вопросы и ответы, пожалуйста, буду очень рад на любые вопросы. Вопросы и ответы. Вопросы и ответы. Спасибо! Продолжение следует...